Тульская область на 80% готова к отопительному сезону. Об этом доложили на совещании, посвященном вопросам подачи тепла. По словам заместителя министра строительства ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, активная работа в сентябре позволит предотвратить непредвиденные ситуации на протяжении всего года. Для этого в регионе сформирован аварийный резерв на сумму 72 миллиона рублей. Все социальные объекты, многоквартирные дома и ресурсоснабжающие организации должны получить паспорта готовности. По каким домам паспорта готовности не предоставлены, мы их очень ждем. Мы их можем проверять до 15 сентября. Прошу это отметить. Попозже, я думаю, мне будет предоставлена возможность пройтись с более конкретной информацией по отдельным муниципальным образованиям и управляющим компаниям. Воловский, Каменский и Теплогаревский районы показывают высокий уровень готовности к приему тепла. Однако не все муниципалитеты вписываются в график. Среди отстающих – Белевский район. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин взял ситуацию с ним на особый контроль. Нарекания возникли по поводу замены тепловых сетей. Заменено сейчас по факту 389, 0389 – это то, что сделала компания «Энергазинвест». Собственно говоря, у нас концессия начинается с 2019 года, поэтому здесь проблемы общие, но не до финансирования местного бюджета. Олег Дючков отметил, эти проблемы ставят под сомнение получения Белевским районам паспорта готовности. При таком подходе у нас есть существенные сомнения в том, что нам удастся его получить. Поэтому ставим вопрос на контроль, оставляем, то есть констатируем, что по котельным, по водопроводным хозяйствам вы подтянулись, но по сетям нам нужно с вами вместе еще раз прорабатывать. Заканчивается подготовка котельных. Уже заменено порядка 140 километров ветхих тепловых и водонапорных сетей, а также более 109 тысяч квадратных метров кровли многоквартирных домов. Подготовительные работы завершатся 1 сентября. Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова